Всех приветствую на своем канале. Сегодня в свой обзор я хотел бы посвятить модели из своей коллекции в масштабе 1 к 43, а именно грузопассажирскому фургону Москвич 433. В советское время данная масштабная модель производилась с 1974 года в городе Саратов мощностями производственного объединения Тантал, а позже вплоть до 1991 года в городе Маркс на заводе Радон. После 1991 года производство продолжается силами Зао Агат, потом Холдингом Инткотекс, а потом и на ООО Массар. Модель была копия реального советского заднеприводного грузопассажирского фургона Москвич 433, который производился на автомобильном заводе имени ленинского комсомола АЗЛК с 1966 по 1976 год. Базой для него послужил седан Москвич 408 с двигателем на 1,4 литра и мощностью 50 лошадиных сил. Задние боковые двери были или заварены или отсутствовали. Вместо боковых задних окон стояли гофрированные металлические панели. Всего за весь период было произведено около 52 тысяч Москвич 433, которые в основном применялись для развоза мелких хозяйственных товаров, но большая часть данных фургонов использовалась для доставки писем на почте. Саратовская масштабная модель Москвич 433 была металлической и открывался у нее только капот. Автомобиль был с хромированными бамперами, колесами, двигателем и решеткой радиатора. За весь период производства, особенно в ранние годы, модель подвергалась доработкам и изменениям, которые породили разнообразие мелких отличий в деталях. Изменениям подвергались многие детали, но прежде всего это был капот, решетка радиатора и днище. В процессе сборки модель могла комплектоваться деталями, которые свойственны разным периодам производства, и потому установить точный срок изготовления иногда проблематично. Также нередки случаи ошибочной установки деталей в процессе их сборки или даже производства. Модель Москвич 433 был производен каталожный номер А5. От модели Москвич 434 с под номером А6 ее отличал только макет двигателя и собственно сама надпись на днище с названием модели и номером. Хронология производства и комплектация этой модели на модельных форумах описывается более-менее понятно, но все-таки по некоторым особенностям остаются больше вопросов, чем ответов. Все даты, которые я приведу далее, являются приблизительными, и я не берусь утверждать, что они на 100% достоверны. Самые ранние модели 1974-75 года выпуска имели на днище вместо номера А5 надпись ART SSO51C 3 рубля 50 копеек. Колеса у них были точеные со сквозной осью, а на заднем стеклом были петли. На задней двери, кроме названия Москвич, был еще номер модели, а ручка этой двери была Т-образная. Капот модели был на цельной пластине. На задней двери была надпись Москвич 433. Позже эта надпись была заменена на универсальную, без указания марки Москвич, причем с ошибкой и штамповалась с ней до самого конца производства. Вплоть до 1977 года возможно одновременно существование металлических гнищ у моделей как черного, так и стандартного серебристого цвета. Задние фары могли быть со скосами в этот период. Приборная панель была более выступающим вперед козырьком. В период с 1975 по 1977 года возможна комплектация этих моделей капотами на трех зажимах и одновременно с этим вплоть до 1981 года капотами на двух зажимах. Решетка радиатора могла быть как с четырьмя и двумя круглыми фарами с сеточками, так и с двумя прямоугольными фарами и более толстой полосой посередине этой решетки. Эмблема на решетке радиатора подкрашивалась красной краской. Точеные колеса сменяются на стандартные с колпаками примерно в 1975 году. Возможно комплектация москвичей кроме белого еще и более редким красным, серым, черным и капроновым салоном. В 1970-х годах были выпущены модели Москвич 433 с ошибочным каталожным номером А6. Модели, произведенные в период с 1976 по 1977 год, очень часто подвержены цинковой чуме. Однако, в отличие от более поздних моделей 90-х, они разрушаются не быстро. Моей модели также не обошла эта участь и на корпусе это начинает проявляться в виде мелких трещинок или вздутия краски. Тем не менее, моделям более 40 лет и они еще не развалились. Примерно с 1981 года капот стал крепиться на три отдельные петельки и так до самого конца производства. А в 1982-83 году на днище Москвич 433 появляется надпись Made in USSR. В этот период модели могли комплектоваться с приборными панелями без выступающего вперед козырька. Также в 1980 году начали выпускать новое днище с подвеской на стержнях. В середине 80-х годов на решетке радиатора с круглых фар исчезают сеточки, а позже на решетке с квадратными фарами исчезает толстая полоса посередине. Примерно в 1926-1987 году с днища пропадает каталожный номер А5. Эмблема на передней решетке не подкрашивается красной краской. Меняется форма бамперов и клыки на них стали более высокими. Также возможна комплектация приборными панелями с немного выступающими козырьками. На колесах колпаки стали с точкой посередине. Москвит-433 кроме стандартного исполнения производился с разнообразными надписями и изображениями на нем, что придавало модели большую ценность для коллекционеров. Прежде всего это касалось олимпийской символики и разных юбилейных дат государственного масштаба. После 1991 года модель уже производится на ЗАО АГАТ и так вплоть до 2012 года на ООО МАСАР. В этот период модель может производиться как с пластиковым, так и с металлическим днищем. Хромирование может отсутствовать или заменено на серебряную краску. Довольно часто встречаются разноцветные салоны, но основной цвет пластиковых салонов агатовских моделей это черный. В этот период встречаются разные яркие расцветки Москвит-433 и варианты исполнения спецавтомобилей. Модели этого периода не являются редкими и стоят сравнительно недорого. Модели в моей коллекции судя по перечисленным признакам относятся к более раннему периоду. Синие модели примерно 1976-1977 года выпуска, так как днище и черное и серебристые, капот на трех зажимах и есть скосы на фарах. Кроме того, красный салон у синего москвича также говорит о более раннем периоде его производства. Зеленая модель примерно 1981 года выпуска, так как она еще без Made in USSA на днище, но уже с тремя петельками на капоте. Коробок на эту модель известно несколько вариантов, каждый из которых на сегодня представляет собой коллекционный интерес, и стоят они порой дороже самих моделей. Исключением, наверное, являются только самые распространенные, так называемые радужные коробки, которых в продаже много. Стоимость этой модели продолжает быть высокой, и зачастую определить ценность Москве 433 не так легко, как кажется. Модель советского периода выпуска, стандартного исполнения и обычного цвета в хорошем состоянии по цене может стартовать от 15-20 долларов. Модели с редкими цветами, комплектациями, наклейками и надписями могут доходить до 300 долларов. Сколько будут стоить самые ранние модели 1974 года, сказать трудно, но учитывая тот факт, что их совсем мало и цинковая чума иногда забирает их из коллекций, то цифра выше 500 долларов вполне реальна. Редкие коробки для ранних моделей также в цене, и сегодня доходят до 200-300 долларов. Всем спасибо за просмотр этого видео обзора, надеюсь информация была полезной. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok